Вениамин Иосифович коснулся такой темы, что, говорит, вспомните свое крещение. И действительно, ну, моя душа растрогалась, когда я думал об этом. И даже сравнил, я только в 28 лет покаялся и крещение принял. И сейчас, размышляя, даже сравнил все события, предшествовавшие в моей жизни, какие большие события там были. И думаю, как сейчас все это мирское, обычное, блекло и скудно выглядит на фоне вот этих событий, то, что со мной тогда произошло, когда я покаялся. А потом следующее переживание, для меня это было очень серьезное переживание, испытание, крещение. Слава Господу, что Он дарит нам каждому такие удивительные в жизни вехи, события, что теперь, когда вспоминаешь, думаешь, вот это да, как здорово, что Господь... А ведь тогда, ну, как сказать, душа моя и сердце мое ничего не знало. Я еще не слышал эти сотни и тысячи проповедей, которые я на сегодняшний день слышал. Я еще не прочитал столько раз Библию, как я сегодня прочитал. И кажется, вот через ту толщу греха, через то мое состояние совершенно непригодное для Бога, Бог сумел пробиться и сумел меня побудить к этим действиям, чтобы я и покаялся, и потом крещение принял. Как хочется Бога благодарить и благодарить и благодарить от всего сердца за то, что Он такой, за то, что Он нас так любит, за то, что Он нас проводит через все эти обстоятельства и дарит нам такие дни, вот как наше крещение. Но сегодня мы говорим о крещении Господа. Вениамин Осипович прочитал уже это место из Матфея. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» То есть мы знаем, кто такой Иоанн. Тут описано, как он себя вел с людьми. Мы знаем, как через него действовал Бог. Он жил в пустыне и давно жил в пустыне, и никому не ходил, и никого не искал, и никого не приглашал, и никого не заставлял, и никого не убеждал. А Бог сделал так, что из разных, из разных мест страны люди к Нему шли и шли, шли и шли, шли и шли. И Он был неподкупный. Вот Он здесь вступает, Он говорит свою позицию Господу, говорит, «Я понимаю, кто Ты, я понимаю, кто Я, и я понимаю, кто кому должен преподавать крещение». Господи, Ты чего входишь в воду, как грешник? Ты же не грешник, я грешник. Мне нужно от Тебя принимать крещение. И переспорить Иоанна, переубедить его, это дело непростое. Он, по нынешним временам, можно сказать, правящей партией, там, наверное, министры среди них были, которые к Нему приходили и хотели креститься, а Он им отворот-поворот назад. И такие слова им говорил, против которых и в конце своей жизни, буквально, может быть, через несколько месяцев, Он твердо стоял на устаём. Он говорил царю, царь, ты неправильно живёшь. Ты живёшь не по Писанию, ты живёшь как грешник. И, кажется, другой бы пророк сказал, ну, я Ему сказал раз, и два, и три, и пять. Да безнадёжно, уже живи, как знаешь. Нет, Он голову сложил, стоя твёрдо на этой позиции. А здесь, смотрите, как интересно. Господь с Ним не спорит. Господь ничего не доказывает. Господь знает душу всякого человека, и Господь знает самые большие желания и чаяния души всякого человека. И вот Иоанну, он говорит, я думаю, для Иоанна эти слова, что оставь теперь. Таким образом нам с тобой надлежит исполнить всякую правду. Вот чего, видимо, больше всего жизни хотел Иоанн. Исполнить всякую правду. И Господь знал его душу. И Господь, как пароль какой-то ему говорит, сказал вот эти три слова, исполнить всякую правду. И для Иоанна достаточно. И он уже не спорит, он уже не сопротивляется, он уже не требует, чтобы Иисус его крестил. А он полностью согласен. Удивительно. Ну и стоит задуматься, а как живет душа, для которой эти слова становятся как бы паролем, или, ну не знаю, слово, наверное, не то, становятся вот таким ключевым моментом, что они попадают прямо в точку, прямо туда. Он понял, как тот, кто молился под Смоковницей, но говорил, что разве с Назаретом может прийти? Может что-то доброе быть? А Господь говорит, а я видел тебя под Смоковницей. Я знаю, что ты пережил. Я знаю, с кем ты общался, как ты общался. Я знаю, как ты свою душу посвящаешь Господу. Я это знаю. И все. И все поменялось. Удивительно. Хочется воздать славу Господу за то, что Он знает наши души. И как сказать, Иоанн же не потому был в таком состоянии, и главная потребность его жизни была исполнить всякую правду. Не потому, что он был, ну вот такой человек. Он действительно был очень хороший человек. Самый лучший человек. Ну, не потому, что родители так воспитали. Или общество, или религиозная среда. Он там иудеи. В храме, может, он бывал больше всех. Это сделало неизбежно свой вклад в его душу, в его воспитание, в его жизнь, в его характер. Но самое главное, почему он был таким, а потому, что именно Господь его таким воспитал, именно Господь эту жажду к истине в его душу вложил, именно Господь его научил так жить и иметь такое сердце, такой характер. И он потом говорит ему эти слова. Иоанн, так надлежит нам исполнить всякую правду. Конечно, каждому из нас надо задуматься, а что в моей жизни самое главное? А что для меня, чтобы вот какое-то мое... Я знаю, что я так не поступлю, что-то там что-то надо сделать. Это против моих убеждений. Я убежден, что так делать нельзя. Я не буду этого делать. И вот должны прозвучать какие-то слова, в которых тоже в двух-трех словах заключается весь смысл, вся суть моей жизни. Все, что... Все, чего я хочу. И все. Я понимаю, это Бог говорит. Я слушаюсь и больше не сопротивляюсь. И делаю с усердием так, как Бог говорит. Что это за слова? Чего я хочу в жизни? К чему я стремлюсь? Что мне сегодня снилось? О чем я мечтаю? И что мне нужно больше всего? Для человека жадного, наверное, это будут слова, ты заработаешь еще один миллион таким образом. И, конечно, он туда с головой нырп, согласен. Да, мне это надо. Это мое. Для человека... Помните, как сказано про Симеона, который младенца Иисуса держал на руках? Чающий утешение Израилева. Вот когда ему Бог дает характеристику, он говорит, этот человек больше всего, он с этой мыслью ложится спать, он ночью это ему снится иногда, и с этой мыслью часто он встает на рассвете. Чающий утешение. Вот несколько слов, которые выражают самое главное содержание всех души вот этой. или Мария говорит про себя, когда молится, когда поет, она говорит, что ты презрел на смирение рабы своей. А ангелу она говорит, все раба Господня тоже имела свое мнение, имела свою позицию, а потом говорит, все раба Господня, да будет мне по слову твоему. Вот как бы хорошо, чтобы и нам, и мне научиться или желать чего-то духовного, понимать, что же самое главное, чего же мне больше всего не достает, чего я хочу, что, какая цель моей жизни, что я должен, кроме вот этой работы, кроме семейной, внутренней, кроме своих обязанностей каких-то обычных, человеческих. А какая же духовная цель моей жизни? Да благословит нас Господь, чтобы мы думали об этом, чтобы мы Бога об этом спрашивали, чтобы мы находили эти смыслы своей жизни, чтобы мы им себя посвящали, подчиняясь Богу. Он, у Него есть для каждого из нас свой план. И чтобы потом, в какой-то ключевой момент, в какой-то прекрасный день моей жизни, я услышал от Него этот пароль. или презрел на смирение души моей, или чающее утешение Израилева, или так надлежит нам исполнить всякую правду. Да благословит нас Господь, слава Ему за то, что Он такой, что Он нас так любит, что Он нас воспитывает, нами занимается, и что Он дарит нам в жизни такие прекрасные дни, когда мы переживаем вот эти чудесные, как Иоанн в этот день, удивительные события. Аминь.